дорогие мастера всем привет сегодня с вами я татьяна ташута и мое новое видео хочу немножечко вам рассказать о том что столкнулась когда девочки говорят там надо использовать обезжириватель не надо использовать праймер и тому подобное вы должны понимать что каждый из этих средств выполняет абсолютно свою роль то есть они между собой как бы связаны но совсем частично то есть каждое средство создано определенно для чего-то и самое что интересное часто говорят не нужно использовать обезжириватель давайте разберем немного его функцию вместо обезжиривателя предлагают использовать шампунь либо мицеллярную воду давайте рассмотрим что мицеллярная вода во-первых имеет масла то есть это не самое да считается сейчас хорошее средство для снятия макияжа все-таки больше предпочитают использовать шампунь но эти средства они не являются антисептиками они являются просто очистителями да они полностью снимают весь налет пыль грязь потому что ресницы у нас выполняют защитную функцию и между ними накапливается там ну в общем все накапливается да то что попадает к нам глазик поэтому действительно шампунь это очень крутая вещь которую вы можете даже если вас пришел клиент без макияжа если вы сделаете дополнительно этой пенкой очистку ресницы будут намного структура их станет чище да за счет того что ресница очень чистая хорошо происходит акдезия между клеем и искусственной ресничкой да и давайте теперь разберем что такое все-таки обезжириватель потому что но пришел клиент мы ему сделали качественную очистку хорошо вымыли там все это вычистили да и сразу начинаем наращивать то есть большинство думает что должно происходить так так не должно происходить зачем существует обезжириватель давайте разберем несколько его свойств которые необходимы нам для наращивания ресниц да потому что он может использоваться тоже как очиститель в нем есть спиртовые составы и также он может использоваться как немного как праймер то есть смотря какой вы покупаете обезжириватель и что будет указано и заявлено сзади производителям какие в него входят составы самое такое это этанол я думаю что вы знаете все это спирт да спирто содержащие и она является у нас находится в обезжириватель и далее у нас составе есть такое как дистиллированная вода и поливинил пиралидон все эти вещества которые входят в состав обезжиривателя они являются антисептиками и это очень важный этап наращивания ресниц давайте объясню почему потому что когда вы приходите к мастеру на маникюр например да она вам дает мыло вы вымыли хорошо ручки там высушили их и все сразу приступать тогда к процедуре необходимо наращивание ногтей до либо мини маникюру как нельзя делать то есть мастер обязательно должен обработать зону с которой он работает правильно и это будет что-то спирто содержащие смотрите если вы не хотите использовать клинцер например такой спиртовой да потому что в нем составе есть еще другие вещества которые немножечко сильнее очищают ресницу делает ее более рыхлой тонкой если вам не нравится именно то что возможно клинцер немножко будет разрушать структуру ресницы хотя это будет прям минимальный процент потому что отдельно здесь стоило бы уделить внимание праймеру относительно разрушения ресницы да обезжириватель он является антисептиком и выполняет функцию для того чтобы сделать полную гигиену в области в которой вы работаете если вы не хоть не хотите использовать клинцер спиртовой вы можете использовать любые беспиртовые антисептики также можете самый обычный хлоргексидин но упустить момент это только называется обезжиривание но упустить момент самой вот этой гигиены вы не можете то есть если вы пришли еще раз повторюсь к мастеру на маникюр вам обязательно дают что-то чтобы про полностью вы не пальцы даже вам не ногти только дезинфицируют вам полностью дезинфицируют все руки правильно поэтому во время работы нам необходимо с обезжиривателем прорабатывать не только ресничные ряды а и зону века с которой вы будете работать так вы как бы себя немного перестраховывать я брала информацию от заводов-производителей дословно как они переводят наш клинцер да это называется клинцер очень безопасен при использовании на коже человека поэтому почти не имеет раздражения хотя используется для глаз на это средство для удаления белка который накапливается между ресницами и жира что делает агдезию клея выше то есть в принципе здесь ничего не заявленные из вышеперечисленных не из таких супер вредных веществ никаких но вы будете всегда бдить то что у вас будет очень чистая область которой вы работаете да то есть вы не занесете никакой инфекции и не будете передавать инфекцию от одного клиента к другому да потому что мы продезинфицировали и глазик продезинфицировали свои руки продезинфицировали пинцеты то есть это будет правильно выполненная процедура относительно разрушения нашей ресницы здесь можно было бы поговорить больше о праймере но я думаю что это будет отдельное видео поэтому на этом видео мое подходит концу надеюсь такой маленький кусочек полезной информации вам будет интересен да и еще тот факт вот зачем созданные реснички на глазу клиента они также помогают зрению фокусировать то есть если бы нам мы были без ресниц мы бы свет воспринимали немножко по-другому и цвета тоже нам глазом воспринимались чуть-чуть по-другому поэтому ресницы у нас являются еще как такой фокусировкой хорошие для зрения поэтому когда мы наращиваем ресницы не зря иногда говорят что солнышко не вижу да то есть ресницы немножко хуже просматривается уже по другу в других оттенках даже может смотреться тот или иной цвет на этом мое видео подходит концу всем приятного просмотра и до скорых встреч новых видео